Здравствуйте! Сельская жизнь и новости с полей Казахстана в программе Агросектор. Пассивная кампания этой весной задержалась на 10 дней и успеет ли созреть пшеница в срок в северных регионах страны зависит от нескольких факторов, каких именно в материале нашего корреспондента. В южных регионах Казахстана уборка урожая уже подходит к концу. В центральных, по прогнозам экспертов, зерновые культуры начнут убирать не раньше 5 сентября, а в северных регионах не ранее 10. Опасения вызывают погоды. Июльская жара не прошла без последствий. К примеру, если температура воздуха свыше 30 градусов держится 10 дней, то погибает 50% урожая. 30-го числа, 30-е, 31-е, 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 6 дней стояла жара 36-38 градусов. Июля, да? Июля. То есть, я сказал, если 10 дней 50%, 6 дней это обязательно 30% урожая не будет уже. Если он ожидал 12 сентября, то у него будет 9-10, не больше. Вот даже внешне, я ездил по полям, вот есть колос, наверху вот так вот побелел. То есть верхняя часть зерна, она сгорела. Влаги не хватило. В Министерстве сельского хозяйства аграриям рекомендуют использовать стимуляторы роста. В Союзе фермеров Казахстана предлагают альтернативный вариант. Многие, думая, что вот будет погода, вот такая теплая будет стоять весь сентябрь, октябрь, и ждут, когда хлеб созреет. Представьте, что у нас обычно в сентябре месяце начинаются дожди и похолодание резкое, роса. Все, это будет опять проблемой. Поэтому практикуется какую-то часть площади, может быть, хотя бы 20-30% надо, называется, свалишь. Вот сегодня не ждать, а сегодня надо свалить. А он, когда скосишь его, он быстро засыхает в течение 4 дней. Потом его надо подбирать. Валить, то есть косить зерно, еще до созревания более затратно. Еще дороже покупка стимуляторов роста. Какой из этих вариантов выбирать, решать самим хлеборобом. Но сидеть сложа руки, уповая на благосклонность Небесной канцелярии, ни в коем случае нельзя, говорят в Союзе фермеров Казахстана. Между тем, синоптики прогнозируют в целом благоприятную погоду на начало сентября. Именно в этот период аграрии планируют начать уборку урожая. Подробнее о погоде, самую важную для фермеров пору, в нашем следующем материале. 15 миллионов гектаров территории Казахстана занимают пассивные площади яровых зерновых культур. Из них 11 миллионов га, а это порядка 80%, находятся в северных регионах страны. Это Акмолинская, Североказахстанская и Костанайская области. Норма осадков на начало сентября в этих регионах от 25 до 50 миллиметров. И по прогнозам синоптика, в этом году на начало периода уборки осадков на севере будет в пределах и меньше нормы. Мы прогнозируем, что в сентябре у нас температура будет выше нормы. Норма в сентябре в основном где-то около 10-15 градусов Цельсия. Это в северной половине страны. И с осадками могу сказать, что в основном мы ожидаем, что осадков будет меньше нормы. Я считаю, что эти условия в принципе благоприятны, нет ничего экстраординарного. В целом температурный режим будет благоприятствовать и проведение уборочных работ. Первые две декады августа столбики термометров находились на уровне выше нормы, что благоприятно сказывается на созревании культур. В конце августа уже наблюдается понижение температуры до 12-18 градусов на основной территории страны и 8-12 в северной части. По прогнозам экспертов, несмотря на поздние сроки посевной, уборка в этом году начнется в срок. Наша страна занимает ведущее место в мире по площадью пашни в расчете на одного жителя, наряду с Австралией и Канадой. Размер казахстанских сельхозугодий составляет 215 миллионов гектар. Это более 4% мировых ресурсов. Разнообразие природно-климатических условий и плодородная почва позволяют нам надеяться быть конкурентоспособными производителями продовольствия для жителей нашей планеты. Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров зерна в мире и в первую пятерку по экспорту муки. Ежегодно в страны Азии поставляется до 6 миллионов тонн пшеницы, у государства Европейского Союза до 2 миллионов тонн. В целом география нашего экспорта составляет свыше 70 стран мира. Земля – это не то, что мы получили в наследство от предков, а то, что мы взяли в долг у потомков. Поэтому давайте беречь и приумножать наше достояние. Это была программа «Агросектор». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова